Кофейни в Таллине существуют больше 300 лет. В 1702 году испанец Альфонсо Телладо Гарвалида открыл в нашем городе первый кофейный дом. Он арендовал здание здесь, на углу Ратушной площади. Гарвалида получил права бюргера Ревеля, перешел из католицизма в лютеранство и стал полноправным членом местной общины, занимаясь кофеварением. А по соседству находится одна из самых старых действующих аптек в Европе, которая работает на том же месте с 15 века. Можно еще и говорить первое о кондитерской Таллине, потому что действительно магистрат заказывал у аптекаря сладости, которые он изготовлял. То есть мы говорим и о конфетах. То есть мы не знаем о каких, скорее всего, это какие-то фруктовые конфеты, потому что шоколада еще не было. Шоколад в Европе появляется тоже где-то в 17-18 веке. С Ратушной площади сворачиваем на улицу Саяканг. Ее немецкое название Векенганг, а Веке – это булочка с кардамоном и изюмом. Исторически здесь были городские пекарни, отсюда и название – булочный переулок. Этот переулок Саяканг называли время и бабьим переулком, потому что перебивали булочникам как раз торговлю жены русских огородников, которые здесь жили. Женщины торговали самодельной выпечкой в разнос по более низким ценам, чем вызывали недовольство булочников. С булочками мы разобрались. Теперь и выпьем кофе во дворике одного из кофейных домов Таллина. Кстати, сейчас здесь, как и везде в наших краях, используют кофейные зерна более легкой степени обжарки. Кофе какое-то время назад был более крепким, более черным. Сейчас он кисловатый на вкус, на скандинавский манер. То есть, ну, все-таки 50 лет советского времени, да, которое изменило вкус, да, поэтому мы сейчас получаем кофе традиционно для Северной Европы. По старинной таллинской традиции сначала добавим в чашку с горячим кофе пару ложек сладкого травяного ликера средней крепости, а затем положим взбитых сливок. Такой кофе еще называется фарисейский. Пастор, который боролся с пьянством в деревне, был приглашен на праздник и, собственно, получил кофе, как все нормальные люди, но случайно перепутав кружку, обнаружил, что в соседской кружке алкоголь больше, чем воды и обозвал всех этих людей фарисеями, то есть обманщиками, поэтому появилось название такого кофе. Нужно, чтобы это все пропиталось, и можно пить сразу? Нет, можно сразу, но чтобы нос был белым. Буквально в двух шагах от этого места находится и самое старое действующее кафе не только в Таллине, но и во всей Северной Европе. Оно сохранило атмосферу и дух венской кофейни, что подчеркивается характерной мебелью и неизменным на протяжении многих лет интерьером. Еще в 1806 году на этом месте существовала маленькая пекарня, а в 1864 году появилось кафе. Называется оно «Майя Смук». Это советский вариант, то есть «лакомка», но по-немецки это называлось или «Георг Штуде», и старые итальянцы это помнят, или второе название «Цумзюсенцан», или если перевести «сладкий зуб». Балтийский немец Георг Штуде не только открыл это кафе, но и одним из первых стал изготавливать марципан в нашем городе. Заказал несколько сотен такого типа громоздких форм для изготовления вручную марципановых фигурок. У нас осталось от этого времени около двухсот разных форм. И они конца 19-го, начала 20-го века. Для изготовления марципана нужно взять молотый миндаль и сахарный сироп. И тогда будет масса пластичная, как глина или пластилин. И легко формуется. Сразу из формы вынимают фигурку и ставят ее в готовый крахмал на неделю. Он суще, чем фигурка, и впитывает в себя влагу. Когда на марципане появляется твердая корочка, можно очистить его мягкими щетками от крахмальной пыли и нанести рисунок пищевыми красками. Некоторые фигурки настолько очаровательны, что их даже жалко есть. Зато вкус сладкого марципана прекрасно сочетается со свежезаваренным кофе. Марина Застрогина, Николай Ломашко. Специально для ЭТВ+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова